Для этой темы нам понадобится старый армированный шланг, непосредственно сама лейка поломанная, лейка у меня получилась от гигиенического душа, гайку, шайбы и непосредственно сама подставка, это шестерня от ГРМ. Еще забыл, нужен твердый какой-нибудь стержень, я взял электрод для того, чтобы вставить в шланг. Далее нам нужно как-то прикрепить шланг непосредственно к подставке, для этого я решил прихватить пару капель сварки изнутри шестерни к шайбе и уже через шайбу непосредственно прикрутить на гайку сам шланг. В итоге удлиненную гайку я убрал и заменил ее обыкновенность той же резьбой, короче эта гайка на 19. После проварки мы пытаемся непосредственно уже все соединить, после соединения мы предварительно собираем конструкцию, чтобы посмотреть что у нас получится в дальнейшем. Далее разбираем дальше до конца грубо говоря нашу лейку, вынимаем содержимое, дальше нужно отпилить. Все абсолютно не нужно, нам оставить только сам элемент крепежа с резьбой и нужно немножко подровнять края на всякий случай на наждаке. Дальше нам нужно затолкать в шланг провод. Итак, в таком виде без направляющей у нас получается какая-то лампа курильщика с направляющей лампа здорового человека. Элементом свечения у нас будет, как я уже сказал раньше, светодиодная матрица. Она вроде как на 10 ватт упала на алиэкспрессе, ну и самое угарное то, что полчаса наверное пытался ее запитать от 12 вольта, а на них нет никаких обозначений, на этих матрицах они там копейки стоят. И только после этого до меня дошло, что она 220 это матрица, и это прям убийство. Главное, что я наоборот не попытался, а то бы может быть сгорела бы 12 вольтовая матрица. Ну не суть как бы. Для всего прочего нам нужно лишь напаять наши провода на саму матрицу, спрятать ее вовнутрь и пробовать дальнейшие действия. А дальнейшие действия это подключить, соответственно, провод питания и попробовать. Вы не смотрите, что я в халате, это было раннее утро, был только что из кровати, поэтому решил по-быстрому доснять видео. Изначально саму матрицу хотел закрепить на небольшом радиаторе алюминиевом, но с этим был довольно большой геморр, и я как-то решил в нее угорать долго и просто залил их горячими соплями. Думаю, что надолго не нужно будет включать сам этот светильник. Короче, греется она не так уж быстро, то есть 5-10 минут она в принципе может погореть, чего мне в принципе будет предостаточно, я ее поставлю в таком месте, где она будет как проходным светом, поэтому это не самое важное. Спасибо большое, что посмотрели, поставьте лайк, поделитесь с друзьями и прокомментируйте, пожалуйста, а также подпишитесь на канал, обязательно подпишитесь на канал, без вас этого бы не было. И спасибо большое за просмотр, мне очень приятно, до скорого!